северное садоводство тайны деревьев это что канал я получил письмо здравствуйте недавно узнал поражали за рекомендации большим интересом смотрю вебинары и уроки жалею что так поздно сколько деревья успел искалить по эти сотни писем почему прием письмо я выбрал вопиет буквально в прошлом году повелась на рекламу садовой краски заметьте не по белке краски местом центре природного земледелия вот я всегда относился правда без ели с уважением мне нравится и подход и бережливо все ну кушать хочется вот результат загубила в общем все с любовью сажала стыдно признаться обрезала секатор вот свидетельство моих преступлений в копилку как убить дерево ольга видимо это электронный адрес ну а так как она чек публичный стол адреса скрывать я бы обычно убираю вот так вот так ну чтобы это она кто-то пошлет спасибо от это проклятие все было и так она пишет неудача садовой краской удачи ну вот уже пощипает неудача с удачей иногда желание улучшить приводит к обратному результату весной деревья были покрашены супер пупой краской удачи восьмилетние черешня и десятилетние слива не выдержали таких улучшений заметили черешня и слива это если что-то одно можно было сказать что разные условия у них разные характеристики кто-то больше мороз держит вот как слива кто-то допустим засуха лучше переносит например черешня лучше ну ладно допустим нормально плодоносит все а вторая разорвала хору я бы понял но когда это это скорее всего это их последний вот внимание вот я стараюсь все разглядеть вижу жиденький газон ну вроде бы они его стрибут но он почему-то какой-то жиденький а мне уже не нравится значит почва не очень это ладно вот потом где она находится я не знаю но черешня выросла до больших размеров да тогда получается довольно юге южное место вряд ли севернее москвы и так далее теперь смотрим сюда так как ты сюда попал смотрим сюда нас я всегда смотрю повнимательнее видите вот здесь сбоку слева было обрезано дерево вот чуть ли не по железу и здесь видите выше дело в том что на телефонах плохо видно да видите да вот смотрите внимательно вот здесь обрезано вот здесь обрезано да и вот здесь обрезано но обратите внимание обычно позиция коряжа коржица мне же покажу в рядом с обрезкой причем чаще когда обрезка на кольцо вставлять и было бы огромная рана она все-таки догадалась оставила чего-то может быть она и меня не знала но все-то свети сработала она все-таки отрезала так что рана минимальная а здесь кора не лопнула смотрим ниже ну тут больше интересного нет давайте вернемся и посмотрим вторую фотографию скажите что это не учеба вторая фотография в виде фильма смотрим внимание я его показывать буду картинками потому что если мы кино будем показывать то у меня изображение звук разойдется мы испортим вебинар мы тоже проходили я вам покажу только картинками там все страшнее а я остановил движение и смотрите мы видим что это через что на что было слива до угробить слива это надо умудриться идем дальше через 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 плоды вот угробить взрослое дерево уже подносящие обидно страшно я представляю как и обидно было смотрим сюда но здесь пока особо ничего не замечаем а вот побелка дальше идем вот это смотрим сюда я все пытаюсь найти нюансы может когда-то здесь что-то было отрезано но не будем придираться и так с одной стороны мы видим это вот попробуйте представить себе что вас такой краской густой намазали что прекратилась теплодача прекратилась потение дерева я уж какой термин потение дерева тоже как вот я сижу у меня лоб мокрый мне жара на улице до сих пор плюс 30 хотя поздний вечер вот она не может потеть она не может сбросить лишнюю температуру вот и представьте себе его закрасили да вот сейчас дальше это мои догадки ну понимаете что мне только морда это и тычет что я ничего не понимаю вот поверьте так и пишешь помните этих вот еще сейчас я вам объясню о своих догадках в общем тут двух сторон получается вот вот это я искал смотрите внимательно она пыталась замазать и надо было это догадка ну процентов не 90 может быть что-то а может было минус 40 было быть что такое минус 40 дерево покрыто белой краской а они зимой греются они снизу я говорю вещи которые никто никогда меня не учил даже ничего никто никогда нигде не в этом учебнике я говорю с тем что учебников не читал но я одно знаю живое дерево даже зимой не спит не пусть замедлением но процессы происходят эти все процессы называются процессы у меня по физике были пятерки я победитель олимпиад вот он вот видели нас я говорю что я догадался до следующего раз идут процессы в виде то есть процессы окисления они идут с выделением тепла так нет зимой это самый пока простой пример зимой она просто не могло дышать это само собой оно не могло общаться с солнечными благодаря темной окраске оно должно было принимать солнечные лучи а здесь она не принимала эти солнечные лучи согласны со мной это уже страшное обвинение пользу краски это раз вот а раз эти процессы не происходят значит дерево гораздо холоднее чем было бы просто было бы само собой процессы окисления с выделением тепла а это она закупорена все два и вот еще что интересно смотрите значит вот я еще вернусь сейчас где мы сейчас только были где мы были так все кажется я вообще туда выскочил ничего найдем бывает ага вот смотрите вот это вот самое жарко стало летом первая зима и было плохо мало благодаря краске мерзла 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 природный цвет какой думать же надо вот он вверху самая вот ветка вот природный цвет мерзла и вторая противоположная которая накладывается или не мешает вторая причина ей нечем дышать было у нее миллиарды вы понимаете на дереве естественно она этого не знала когда красила те кто продают краску они же не для того краску продавали чтобы спасать а чтобы заработать на этом на дерьмовом совете мол красьте деревья они не будут морзобойным это что это не морзобойно еще раз поняли к чему я вас подвел природа предназначила чтобы на дереве было миллиарды устис которые дышат и регулируют температуру дерева температуру зимой они закрываются летом они раскрываются и когда все эти миллиарды сосудов не вае вру устис оказались закупорены полностью дерево разорвало кору чтобы от перегрева а теперь друзья выбирайте хотите от перегрева хотите от замерзания две равновеликие причины чтобы разорвать кору или они еще наложили друг на друга вот для чего наши вебинары нужны чтобы с этой дурью заканчивать когда-то то есть как там Субтитры создавал DimaTorzok